итак приветствую вас дорогие интернет зрители с вами скудр и канал ни слова об играх и сегодня я решил для вас записать обучающее видео обучаться будем тому как играть на вашей playstation 4 ну или возможно счастливым обладателем playstation 5 в общем как на этих приставках играть через remote play на компьютере ну для начала что нам нужно для начала нам надо открыть браузер опять же так открыть поисковик ну и вбить собственно говоря remote play в общем нам нужно скачать программку через которую мы все это дело будет настраивать remote play дальше есть официальный сайт видите playstation.com заходим на него это все абсолютно официальная фишка это не какой-то там модификатор не знаю на коленке собраны это официальная фишка sonic поэтому все достаточно просто делается так вот у нас раздел дистанционного воспроизведения playstation функция повторюсь работает только на 4 сонки либо на 5 так вот тут есть выбор на что скачать программу ли ну в нашем случае нам нужна именно загрузка для пк видите со с windows и mac то есть на маках тоже работает так ну и вот нам нужно control ups 4 консоль с windows pc ладно это нам все не так важно ставим галочку согласен со всеми их лицензиями прочим нажимаем кнопку download так качаем куда вам там удобнее неважно куда вы скачаете я себе качаю сюда нажимаем сохранить ну так как у меня уже он существует я вам заново показываю я нажимаю до заменить у вас такого не будет просто скачается и все так все вот он у нас скачен теперь заходим в ту папку куда мы скачали его ремонт плей он так и называется сейчас будет еще докачиваться так ну язык естественно русский ну и закачка да то есть это мы скачали только инсталлятор вычисляет необходимое место так ну по умолчанию программ файл ставится естественно ставим туда все так и здесь он у нас предлагает запустить программу но прежде чем ее запускать нам надо кое-что перенастроить в нашей playstation 4 сейчас мы отправимся в менюшку playstation и там я вам покажу что нужно сделать а дальше вернемся снова сюда и так вот мы с вами внутри меню playstation 4 для начала нам нужно перейти во вкладку настройки и зайти в управление учетной записью дальше нам нужно пройти в пункт активировать как основную систему ps4 вот но у меня она уже активирована вам нужно будет нажать вот на верхнюю строчку активировать да это занимает на буквально максимум может секунд 30 вот после этого она у вас активируется как основная и принципе все так и что нам нужно сделать еще нам нужно зайти также в настройки и перейти во вкладку настройки соединения дистанционного воспроизведения и поставить вот здесь галочку изначально я не помню стоит она или нет но ее нужно поставить и и и все то есть активируем сначала ее как основную систему потом ставим галочку вот здесь и после этого сможем автоматически присоединяется и через ремонт плей так ну и теперь проделав все нужные переключения в нашей playstation 4 давайте снова заходим в ремонт плей сейчас нам нужно будет ввести здесь нашу учетную запись сонки то есть ввести логин и пароль по которым собственно он и будет идентифицировать и коннектиться так ну естественно каждый вводит свою я увожу сейчас свою учетку не перепутайте не надо выводить то что я сейчас увожу каждый вводит свое точка ру жмем далее ну и пароль соответственно тоже пароль от вашей учетной записи playstation network не перепутайте мудреный у меня тут пароль такой никто не догадался так сейчас он синхронизирует все это дело так и вот сейчас ну так как я уже видите настраивал ее и контроллер подключал вот на этом этапе вам по идее сейчас надо подключить контроллер то есть контроллер от ps4 вашей через usb кабель подключить в пк так я тоже сейчас подключил далее жмем подтвердите продолжить вот и теперь он у нас просит выбрать нашу систему ps5 или ps4 но перед тем как нам это проделать выбрать давайте сначала зайдем настройки и я вам немножко расскажу так ну первая вкладка это наша учетная запись здесь видно тут все по умолчанию ничего не меняем далее у нас ну если вы счастливый обладатель playstation 5 то то вы вот здесь меняете качество вашей трансляции то есть это качество мы выбираем с которым мы будем видеть его у себя на компьютере вот здесь понятно да мы же настраиваем playstation 4 поэтому разрешение видите у меня стоит 1080p но у вас будет стоять по умолчанию 540 стандарт как бы да если у вас playstation 4 slim либо вообще обычная фатка первое да то у вас максимальная настройка будет допустимая возможная 720p то есть больше не сможет вывести ваша ps4 так как у меня ps4 pro у меня есть возможность в 1080p транслировать себе картинку видите написала разрешение 1080p доступно для систем ps5 и ps4 pro для других систем ps4 будет установлено разрешение 720p жмем окей в принципе даже если вы 1080p поставить все равно у вас снизится она автоматически до 720p частота кадров соответственно это стандарт 30 fps высокий это 60 fps ну 360 у меня не вывозит поэтому да нужен толстый канал вот у меня 100 мегабит это у меня не вывозит на 1080p 60 кадров да поэтому вот смотрите поиграть если что если у вас тормозит вот именно с этой настройкой так ну далее жмем окей так здесь у нас это подсказка просто вот не забывайте подключить свой контроллер ps4 ну либо ps5 через usb кабель к кампу он должен быть подключен не к соньки это важно выбираем ps4 ну и сейчас он получается через интернет connected две учетные записи да ну как бы не две одну одну учетную запись ищет сейчас его по сцене и как найдет выведет ее вот сюда в этом же окошке ремонт play это почти как играть через плату видео захвата вот видите привязка вашей системы ps4 идет подключение все нормально нашлось занимает не так много времени так ну и вот видите все появилась картинка это вот уже транслируется картинка с playstation 4 рабочий стол так сказать поэтому все работает теперь мы можем на компьютере играть через кошка это на своей соньки джойстик у меня уже подключен к компьютеру вот поэтому ведь я все управляю все прекрасно перелистывается управляется по менюшкам лазиться единственное есть подлагивание но это потому что у меня еще запись сейчас параллельно включена вот но вообще с интернетом вот 100 мегабит в секунду до меня мой максимум принципе все равно 720p так что это достаточно прожорливая функция конечно же вот но тем не менее играть можно мы с вами и недавно тестировали в прямом эфире да вот собственно и все все работает если у вас будут какие-то проблемы с настройкой с подключением пишите комментарии спрашивайте под этим роликом постараюсь ответить хотя если все сделаете правильно и внимательно как я вам показал то в принципе проблем не должно быть ну в общем то на этом все это все что я вам хотел показать с вами был скудер как всегда канал ни слова об играх и это было обучающее видео по настройки remote play с вашей playstation 4 на пк все всем пока пока ах да маленькая добавочка конце извиняюсь чуть не забыл вот при закрытии с пк вот этого окошка remote play мы вот нажмем если сюда у нас появляется окошко такое здесь можно видите поставить галочку переключение консоли в режим покоя то есть сразу у вас отключится и здесь окно да вы закроете его и консоль автоматически перейдет в режим покоя вот поэтому можно с компьютера управлять ее выключением такая вот маленькая добавочка ну все на этом с вами прощаюсь всем пока пока пока